Сегодня я наткнулся на клип, затем на новость о Игги Азелье. Клип меня удивил, вернее даже не клип, а реакция людей на него. А новость развеселила, хоть и, можно сказать, будучи довольно банальной. Давайте расскажу всё поподробнее и, как обычно, обсудим. Не забывайте подписываться на наш канал. Начнём с клипа. После долгих лет борьбы со своим лейблом Def Jam, Игги Азелье наконец-таки освободилась и стала независимой артисткой. Австралийка решила воспользоваться возможностью по полной и 15 марта выложила в сеть клип под названием Sally Walker. Это её первый релиз как независимой рэп-артистки. Уточню здесь, Игги подписана на лейбл, но лейбл даёт ей право на полное владение своей музыкой. То есть даже когда она уйдёт с лейбла, музыка будет приносить доход ей. Так вот, теперь она решила работать над новым альбомом, который никак не могла материализовать. Трек является ведущим синглом её грядущего альбома In My Defense. Название трека идёт от детского стишка, который артистка перевернула в гинтвёрка. Переводить, честно, даже смысла не вижу, ибо его там нету. Однако на треке Игги сделала отсылку к совместному треку Snoop Dogg и Lil Duval, сказав следующее. Дело в том, что я не собираюсь разбираться с вами суть, как Duval и Snoop Dogg. То есть Игги упомянула хейтеров в своём треке, мол, она живёт жизнь на полную, и у неё нет времени для сникдисов и бифов. И теперь о том, что меня удивило со времени, когда артистка выложила клип, то бишь чуть больше двух дней назад. Видео набрало уже более 11 миллионов просмотров. Тут я немного призадумался. Неужели у неё такая огромная фан-база? Я послушал трек пару раз, и это не помогло, он всё равно, мягко говоря, ватный. Неужто так много фанатов твёрка, или я упустил какой-то момент в индустрии, и Игги чуть ли не суперзвезда оказывается? Кто в курсе, дайте знать в комментариях, плиз. В ноябре 2018-го Игги подписала контракт с Empire на сумму 3,5 миллиона долларов. Контракт даёт ей право на стопроцентное владение своей музыкой и даёт возможность подписывать артистов на свой лейбл. Так что теперь артистка может дышать спокойнее. Второй момент, который я хотел сегодня с вами обсудить, это, как я говорил, недавнюю новость. Ассистент Игги, как обычно, делал свою работу и открывал посылки, которые пришли рэп-артистки. И они обнаружили то, что никто не мог подозревать. Игги тут же вынесла новость в твиттер, которая не оказалась милой, хотя кому как. Кто-то прислал пузырёк со своей спермой мне на почту, и моему ассистенту пришлось открыть посылку без ведома того. Я? Кто? Рвотный смайлик. ФБР. Это просто хохма. Мне вот чисто интересно было бы узнать, какой мотив был у отправителя. Во-первых, ДНК-тест сделать довольно легко, и узнать личность не составит труда. Это либо поиск клаута, либо человек нездоров ментально, либо новость придумана. Какого варианта больше придерживаетесь? Пишите в комментариях. Твит позже был удалён, но Игги дала знать через фан-базу, что вовлечёт органы власти, и маньяка найдут, затем накажут. Такие вот новости о Игге Азелье, друзья. Что думаете по поводу всего произошедшего с артисткой? И, кстати, как она вам? Обязательно делите своим мнением в комментариях, и давайте продолжим обсуждение. Не забывайте подписываться на наш канал Исса Слайм, и увидимся в следующем видео. Че-че. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok